Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях журналист Николай Сванидзе. Здравствуйте, Николай Кардович. Здравствуйте, Оля. Сегодня появилась новость, которая, в общем, встает уже в такой ряд. Мы часто стали об этом говорить. Мне кажется, это хорошо. В общем-то, возник скандал с таксистом, который якобы, по обвинениям одной стороны, не захотел вести ребёнка-аутиста. Одна из версий гласит, что его нельзя было пристёгивать, и он поэтому отказался. Другая из версий гласит, что ребёнок вёл себя несколько шумно, и это послужило поводом. Но мы пока не знаем, какая на самом деле была история, но хотелось бы поговорить в общем. Вот это отношение к особенным людям, к особенным детям, оно, как вам кажется, у нас в обществе меняется? То, что мы стали привлекать к этому внимание. Помните историю с фотографией в классе, с девочкой тоже? Ну, это монтируется не совсем одно и то же, но монтируется для меня вот с одним из сюжетов вчерашней большой пресс-конференции президента Путина, когда речь зашла о несчастном вот этом ребёнке, пострадавшем в роддоме. Матвея. Да, Матвея. Вот, страшно пострадавшим младенца. И там не была затронута одна составляющая всей этой страшной истории, а именно та, что от него мать отказалась. Да. В результате вот этой вот травмы. А эта составляющая, мне кажется, здесь самая страшная. Потому что, да, может быть трагедия, чудовищная трагедия, пострадал крошечный ребёнок, но это, в конце концов, несчастный случай. Он может быть. А вот то, что от пострадавшего, обгоревшего ребёнка отказалась родная мать, вот это, на мой взгляд, гораздо страшнее, чем сам факт вот этих вот страшных ожогов. Это хуже. Потому что это свидетельствует о... об определённом состоянии общества. И точно так же, как вот тот случай, который вы сейчас привели. Когда таксист там отказался обслужить вот людей, и особенно вот этого вот ребёнка, который его напугал своей неадекватностью. Ну, может быть. Сейчас ради справедливости скажу, что там была версия, что непристёгнутого ребёнка, каким бы он ни был, таксист вести отказался из соображений, ну, правил безопасности и крупных штрафов за это. Может быть. То есть мы сейчас сразу обвинить его не можем. Ну, как вариант... Тем более мы его не называем по имени этого таксиста, поэтому мы в любом случае оставим таксиста в покое. А именно этого конкретно. А если говорить о состоянии общественной нравственности, вот исходя вот из всей этой цепочки случаев, то она, конечно, кошмарна, на самом деле. Потому что я думаю, что это всё связано с общим, конечно, таким нагнетанием... нагнетанием недоброты. Это такое очень мягкое, такое подушечное, вялое слово. Потому что надоело слово «милитаризм», надоело слово «агрессия», они уже завязывали. Николай Николаевич, не соглашусь с вами хотя бы потому, что мы прекрасно знаем, что при советской власти тоже была такая традиция даже медицинская, как раз традиция большого гуманизма, предлагать родителям отказаться в роддоме от ребёнка, если в результате вот обследования выяснено, что у него будет тяжёлая болезнь какая-то. Ну, ужасно это. Государство должно предлагать родителям в таких случаях помощь, а не предлагать отказ от ребёнка. Я считаю, что долг государства – это предложение помощи. Вот если государство, по-видимому, видит, что советское, что наши нынешние два сапога пара, если государство видит, что оно не в состоянии предложить помощь, бедное, да и не хочет, да и плевать хотело, вот тогда оно предлагает отказаться. Ну, и с глаз долой, и сердце вон, Господи, куда-нибудь там в какой-нибудь сиротский приют, где там он помрёт через несколько месяцев от неухода, или таким вырастет, что лучше помер, прошу прощения. Вот, поэтому это очень большой грех государства. Это очень большой грех. Я специально употребляю именно это слово, потому что этим должно заниматься не только государство, этим должна заниматься наша церковь, которая постоянно что-то говорит на разных уровнях своих, говорит о том, как нужно быть духовными, как не нужно заниматься, болеть вещизмом, насколько мы духовно выше каких-то наших соседей. Вот проявите, насколько мы выше. Вот это как раз, вот это та сфера, в которой церковь должна помогать государству, в которой церковь должна проявить себя в обществе. Эта сфера, вот именно это, по-видимому, не проявляет. Потому что, я повторяю ещё раз, общее настроение общественное, они в этом плане кошмарные. Они совершенно не гуманистичны, они злы. А может быть, недостаточной информации во многих ситуациях? Когда вот была история с тем, что больных ВИЧ-положительных, точнее так, ВИЧ-положительных людей, стигматизируют ещё на уровне при клинике, ставя значок ВИЧ прямо на карту. И даже врачи не всегда готовы отказать в обслуживании ВИЧ-положительному, потому что они сами не твёрдо знают, насколько они рискуют. Ну, что врачи не твёрдо знают, это ещё одна проблема. Ну, да, хорошо, но всё равно люди боятся больных детей. Твёрдость профессиональной квалификации наших врачей – это ещё одна проблема. Люди боятся больных детей, в частности, и потому что они не знают, как с ними обходиться, и что это за болезнь. Это, кстати, меня почему-то всё время тянет, потому что это всё у меня на свежей памяти, на тему вчерашних сюжетов, на пресс-конференции. Ещё один сюжет – это сюжет, связанный с усыновлением. Сюжет, связанный с иностранным. Сюжет, связанный с законом подлецов. Потому что я согласен с тем, что, в общем, он именно таков. Когда люди, там, скажем, иностранцы, да, там бывают какие-то случаи, они и у нас бывают, естественно. Везде-везде бывают сволочи, везде бывают плохие люди, страшные люди, преступники. Но иностранцы в силу, я не знаю каких, в силу чего, и сейчас не будем это разбирать, но они в значительно большей степени склонны. Президенты ввели в заблуждение, когда он вчера говорил обратно на пресс-конференции. Они в значительно большей степени склонны не просто соглашаться усыновлять, а стремиться усыновлять больных детей. У нас это очень мало распространено. У нас это очень трудно. У нас это очень тяжело. А у них это тоже нелегко. Оль, я вас уверяю, вообще воспитывать больного ребенка, это очень нелегко. Даже если ты миллионер, это даже не с материальной точки зрения нелегко, с моральной, с физической, с какой угодно, с психологической. Тем не менее, они к этому стремятся, по-видимому, движей какими-то христианскими установками. Христианскими. Я это вам говорю, как неверующий человек. Но думаю, что это так. У нас этого нет. Предложите направление, в котором мы не двигались до сих пор. Пропаганды, образование. Вы знаете, что-нибудь предлагаете сферу пропаганды, я вам не буду. Чего-чего-чего-чего? Вы же специалисты, знаете, как она работает. По пропаганде? Чего-чего этого у нас достаточно. У нас пропаганда имеется в виду совершенно другие вещи. Пропаганда здорового образа жизни вполне позитивная. Это не имеет отношения к здоровому образу жизни. Это совершенно другая сфера. Здоровый образ жизни – это не курить и бегать по утрам. А это совершенно другое. Вы считаете, что общество больно? Или, вот как пишет Илья, неприятие и ненависть – это искусственно созданное настроение людей? Нет. Оно может быть искусственно созданное. Оно, во-первых, долго создавалось. А, во-вторых, оно может привести к болезни. Да, в этом смысле общество, наверное, нездорово. Диагнозы общества будем продолжать выставлять в программе «Особое мнение». Это Николай Сванидзе. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Я не нашел в 1С счет, который вы должны были выставить две недели назад. Где он? Есть моменты, которые могут испортить долгожданный отпуск сразу и безвозвратно. Но решение есть. 1С-предприятие от Хост-Икс через интернет. Доступ к вашей программе 1С-предприятие с любого устройства и из любой точки мира. Да вот же он, Виктор Иванович. От 18 мая. Точно, я не заметил. Ладно, приятного отдыха. Работайте из отпуска, офиса, дома. Работайте в единой базе 1С. Попробуйте. Две недели бесплатно. Хост-Икс. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВИ» представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Мой собеседник, журналист Николай Сванидзе. Николай Николаевич, вы несколько раз сослались на потрясшее, судя по всему, вас выступление президента. Его уже много там по-всякому обсудили. И даже прекрасная совершенно медуза сделала подборку опровержений высказываний Путина. Где он ошибся, как вы говорите, был неинформирован и так далее. У меня к вам другой вопрос. Сегодня мы читаем пресс-секретаря Пескова, читаем, слушаем, который толкует слова президента. Вот этот феномен я бы хотела с вами обсудить. Почему высказывания первого лица, которые добровольно, насколько я понимаю, проводят эти мероприятия, отвечают на вопросы сам лично без бумажки и предлагают их задавать, требуют не то что опровержений, а разъяснений и толкований. А это какой-то знак? Ну, во-первых, начнем с того, что, конечно, мне, наверное, было бы правильно согласиться с вами вслух. В том смысле, что выступление нашего президента Путина меня потрясло. Но это не так. Оно меня не потрясло. Ну, вы все время к нему возвращались? Ну, потому что там очень много было сюжетов. И поэтому тут о чем не говори, то какой-то из сюжетов этих он так или иначе вчера проходил, а это очень свежее впечатление. Поэтому я к этому и апеллирую. Это, кстати, интереснее было, чем обычно? Ну, обычно было по-разному. Нет, не интереснее и не живее. Вот сразу могу сказать, что относительно такое, ну, вялое, я бы сказал. Ну, если, ну, все в сравнении, имея в виду все-таки общую энергетику у Путина, оно вялое для него. Не очень ему самому, как мне показалось, было интересно. Не очень он был заинтересован в продолжении. Не старался бить временные рекорды. Нет. Такое впечатление, что под конец уже так немножко поторапливал, что так уже чуть-чуть на часы поглядывал. Не интересно. И с этим связано, кстати, вот то, что вы сказали про Медузу. Там было несколько действительно, ну, просто ошибок, оговорок, неточностей. Ошибок, оговорок или неточностей? Всего. Причем неточности были как фактические, иногда малозначительные. Ну, там, скажем, я не знаю, что Медуза написала, но вот то, что я заметил, скажем, сказал, что там Рейган сказал про Самосу. Это негодяй, но наш негодяй. Ну, это не Рейган говорил, это говорил Франклин Делана Рузвельт на несколько десятилетий до Рейгана, потому что Самосы при Рейгане не было. Он был при Рузвельте. Он говорил, сукин сын, ну, это наш сукин сын знаменитый. Это не важно, да, это, ну, это же не суть. Но, тем не менее, он сказал, что Дональд Трамп лидирует в президентской гонке США. Это уже более серьезно. Более серьезная неточность. Дональд Трамп не лидирует в президентской гонке США. Он лидирует в кампании кандидатов от республиканской партии. Это не одно и то же. И это может иметь какие-то, пусть не бог весть какие, драматические, но политические последствия. Потому что, если президентом, на что гораздо больше шансов на данный момент, станет представитель демократической партии, скажем, госпожа Клинтон, то она же женщина, дамы не любят, когда им не уделяется внимания. Это может какие-то, кстати, скажем так, не очень хорошим образом сказаться на их личных отношениях. А личные отношения на уровне первых лиц, они играют определенную роль в современной политике, да? Вот таких было много. Он спутал Турчака сына с Турчаком отцом. То есть, это этическая была неточность, очевидная. Назовем ее оговоркой. По поводу Немцова? По поводу Немцова. Но она очень, к сожалению, монтируется с другой такой же, скажем, этической оговоркой Путина, уже давней, после смерти Политковской. Когда он сказал, что ее убийство или ее смерть, ее гибель, я не помню, принесла, нанесла больше вред, чем ее деятельность. Я цитирую смысл, а не формулировку. И сейчас он сказал, что не факт, что надо было убивать. Ну, так, вообще, на минуточку. В другой стране другой политический лидер после этого устал бы извиняться. Ну, сейчас Песков выходит не то, чтобы извиняться, но поправлять формулировки. А здесь Песков поправляет формулировки другие. По Донбассу, по... Да, по Донбассу. А уже было, кстати, не первый раз. Заметьте, Оля, я вам напомню. Совсем недавно, там, недельку-другую назад, Песков уже поправлял президента, когда речь шла о сирийской свободной армии. Когда президент сказал... А, прошу, пардону, это было как раз после послания президента, если мне память не изменяет, федеральному собранию. По-моему. Когда президент сказал, что мы там помогаем, помогаем, может быть, нет, не важно. А, да, да, да. Когда, что мы помогаем оружием свободной сирийской армии. Да. И после этого, по правилу на следующий день Песков сказал, что нет, не вполне помогаем, не вполне свободной сирийской армии. И не вполне оружием. Не вполне оружием, да. Как по старой анекдоту про армянское радио. Абсолютно. Понимаете, мы же это проходили в свое время с Борисом Николаевичем Ельцином, когда после каких-то его неточных формулировок его поправлял какой-то его пресс-секретарь. И говорил, что когда... Да, да, да. И говорил, что когда Борис Николаевич сказал, что там надо отдавать острова, он имел в виду, как раз, что острова не надо отдавать там. Приблизительно так. Но время... Вы придумываете, о чем это говорится? Но это становилось предметом шуток, да, и недружелюбных причем. А в данном случае вот это тоже теперь мы видим, что это на протяжении короткого времени превращается уже в такую последовательность определенную. Раньше этого не было. Я думаю, это свидетельствует не о физической форме президента. Как мне кажется, я думаю, это свидетельствует о его настроении, его отношении. Мне кажется, что ему такие вещи, вот, скажем, вот эти многочисленные неточности на этой пресс-конференции, и то, что под конец ему скучно как-то стало. Да и с самого начала, по-моему, было скучно. Он уже начал с того, что сказал. Да я же все сказал же. Я все в послании сказал. Ну, я даже не знаю, о чем он еще говорит. Я прошу прощения. Такое ощущение, что весь российский народ прям бегал и кричал, давайте, давайте проведем пресс-конференцию. Он привык, привык, он привык, ему раньше всегда хотелось, ему раньше нравилось, он горцевал всегда на этих пресс-конференциях, потому что у него отличная реакция, он хорошо себя чувствовал, он этой своей реакцией бравировал, он мог ответить на любой вопрос, даже если он не был согласован. А здесь ему как-то, во-первых, множится количество неприятных вопросов. Вот, об этом как раз хотелось спросить. Меняется ли вот эта вот вторая сторона? Меняется общий фон, потому что если брать там, скажем, первые два его президентства, фон был вообще потрясающе позитивным. Вообще плохих вопросов не могло быть. Вопросы могли быть только хорошие и очень хорошие. А это была работа специальных служб? Нет, 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 это была ситуация. Страна перла, нефть там 120 баксов за бочку, всё цветёт и пахнет просто, и колосится, всё замечательно, со всеми хорошие отношения, рост благосостояния трудящихся. Итак, сейчас ситуация совершенно другая и внутренняя, о чём президент сказал, надо ему отдать справедливость в самом начале. Вот, хотя не вполне чётко вот сегодня его очень неохотно, вот Песков, а между прочим, Улюкаев, министр эконом-развития, тоже сказал, что немножечко вот в связи с падением цен на нефть, он употребил слово «немножко». Что вот как-то немножко экономическая ситуация как-то немножко ухудшилась. Сказал он на следующий день, после того, как президент сказал, что экономическая ситуация немножко ничего. Это по развитию около нуля мне очень нравится. Да, да, да. Это, он говорит, ну, немножко ухудшилась. Вот у меня такое впечатление, что это, да, несомненно, общий фон очень негативный. Какой вопрос не задай. Но нельзя всё время спрашивать о том, можно ли приехать к вам на ёлку, Владимир Владимирович. И вы заметите, что раз этих Дед Морозовских штучек не было, они бы сейчас были, в общем, наверное, неуместны. И, по-видимому, это почувствовал или сам Путин, или те люди, которые готовили это мероприятие, что сейчас девочкам дарить платьица на Новый год как-то, ну, не вполне уместно. И играть там Дед Мороза, Бэтмена, я не знаю, там, какой-то плот их любви, вот что-то такое общее. И поэтому всё было серьёзнее. А если серьёзнее, то сложно задать вопрос, который позволит дать очень оптимистичный, радующий ответ. То есть, единственное, что можно было сказать радующе, это то, что потерпите, всё будет не так плохо. Вот, примерно, так... Платон отменим. Нет, это не было сказано, что Платон отменим. Нет, ну, я говорю, можно было бы сказать... Нет, никто... Да, можно было бы, но не было сказано. Никто. Платон не отменяет. Это уже отдельная тема для разговора. У нас еще много тем для разговора. Мы продолжим этот разговор с Николаем Сванидзе. Это его особое мнение. Никуда не уходить, и мы скоро вернем. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Это мнение высказывает журналист Николай Сванидзе. Мы продолжаем. Николай Карлович, вопрос от Алкида. Была ли это последняя пресс-конференция Путина? Звучит тревожная музыка. Серьезный вопрос. Мне Владимир Владимирович ничего не говорил про это. Собирается он в следующем году проводить или нет? Вы понимаете, ощущение? Я думаю, что еще надо подождать годик. Но на этот раз он был явно не заинтересован, не о том думал, неинтересно ему было, скучно ему было. И вообще плевать он хотел на это все. Вот какое-то у него было ощущение скуки и раздраженной скуки. Ну, следующий вопрос, который возникает. Надо ли ожидать «Я устал, я ухожу»? Нет. Он же устал. Если ему не понравилось сейчас, он был не в настроении проводить эту большую пресс-конференцию, это не значит, что он не в настроении оставаться в Кремле. Это разные темы, дорогие друзья. Хорошо, хорошо, что вы это проговорили. Просто это тоже важная такая вещь. И мне все-таки хочется понять, вот по всем и организационным, и пропагандистским последним каким-то акциям, мне иногда складывается впечатление, что очень непрофессионально стали делать многие вещи. Мы сегодня со слушателями обсуждали публичное вскрытие бортового самописца-бомбардировщика СУ-24, которая, в общем, новинка для нас, таким способом представлять общественностью подобные темы. Но в результате голосования выяснилось, что доверие-то как раз меньше к этому якобы открытому расследованию. 75 приблизительно процентов скажут, что они менее доверяют этому расследованию. Какому в смысле? Ну, вот такому. Их много бывало в нашей истории, но вот эта вот публичность и в прямом эфире, и вот мы вам покажем, и вот это все, почему-то вызывает больше недоверие, чем доверие. Ну, какие-то ошибки, наверное, допускают люди, которые организуют у нас подачу народу всевозможных сюжетов. Я не исключаю, что дело не в этом сюжете. Я не исключаю, что дело в общем, постепенном, а здесь же, согласно одному из законов диалектики, количество переходит в качество, как известно, в какой-то момент. Я не исключаю, что вот общая эта фоновая составляющая, достаточно сейчас негативная, и касающаяся не бортовых самописцев, и не Сирии, и не Турции, и не Украины, а касающаяся содержания карманов, содержания прилавков, ценников на этих прилавках. Вот постепенно, постепенно эта тема начинает в головах людей, может быть, даже пока что не превалировать, но привлекать к себе больший интерес, чем темы вот эти внешние и достаточно, в общем, для людей в конечном счете искусственные. То есть пропаганда перестает, всего остального перестает так работать, как она должна? Да, да, пропаганда всего остального перестает работать настолько эффективно, не потому, что люди начинают хуже работать, а люди работают, по-моему, все с большим энтузиазмом, такое впечатление. Когда иногда смотрю телевизор. Вы имеете в виду пропагандистов? Да, я имею в виду пропагандистов, да. Просто уже какой-то идет огонь из ноздрей. Но уже этого не хватает, потому что тематика, тематика. Вот там в прошлом году, мы говорим об энтузиазме, с которым там президент проводит свои эти пресс-конференции, в прошлом году был драйв, драйв на волне, там, Крыма, Донбасса, Сирия и Турция не заменяет Крым и Донбасс. Не заменяет. И ничто не заменит. И уже поэтому можно сколько угодно грозить атомной бомбой Америки. А градус уже некуда повысить? Нет, он уже не повышается, просто уже все. Не повысишь, потому что сама тема не может быть столь интересна, как... И потом все равно это дубль-два, это повтор. Повтор и повтор уже на менее-менее духоподъемной площадке, на менее духоподъемную тему. И повтор. Поэтому не заменит. И поэтому люди понемножку, да, они посмотрели интересное, они посмотрели картинку, да. Да, Маша, пойди, смотри, что интересное показывают. Маша пришла, вытирая руки о передник, посмотрела, что интересное показывают, улыбнулась и вернулась обратно на кухню. А я вообще думаю, что большинству Маш глубоко безразличны ковыряния в бортовых самописках. Ну, если иметь в виду хозяек, там, прекрасную часть нашего народонаселения, то в целом, конечно, более равнодушны, чем мужики. Несомненно. Но я в данном случае под Машей имею в виду вообще народонаселение нашей страны. В целом, что посмотрели, долго смотрели, долго, интересно, открыв рот смотрели, высунув язык, но теперь как-то нужно поближе к своим сопливым детям, к своим пьющим мужьям, к своему семейному, а не государственному бюджету поближе. Вот. И посмотрели, и как-то выясняют, что это требует повышенного внимания. Вот поэтому, когда там начинают потом какие-то бортовые самописцы, ну, хорошо. Ну, бортовые самописцы, дальше-то что? Ну, на самом деле, актуальный вопрос, будет или не будет война, вот это то, что касается каждого домохозяйства, скажем так. По-моему, только за этим заглядывают теперь уже в пропаганду. Это нормально, кстати. Вот это нормально, Оля, когда внешняя политика вся, от Крыма до Багдада, она интересует только в плане, будет ли война, это абсолютно здоровое начинание. Вот она именно так и должна в нормальной стране интересовать нормальных граждан. И не более того, что там война будет, нет, ну, всё, я пошёл своим делами заниматься. Это абсолютно нормально. Ведь в Советском Союзе, я вам напомню тоже, всё время от, ну, там колосящиеся поля всё время нам показывали в начале программы «Время». Закрама Родина, да. Да, Закрама Родина. И после этого сразу же о том, как плохо живут в Америке, о том, что народ отвлекали, потому что Закрама Родина по телевизору они одни, а в жизни они другие. И от того, какие они в жизни, отвлекали на то, как плохо живут безработные в Соединённых Штатах. Когда выяснялось, что тема эта, в общем, достаточно конечна, ну, всё кончилось так, как кончилось. Вот такие темы, они конечны. Когда люди не думают о том, как живут безработные в Штатах, о том, как достается людям, местным жителям, от мигрантов в Западной Европе, а начинают думать о себе, о своих семьях, о своих детях. А внешняя политика только с точки зрения, будет война или нет. Вот это нормально абсолютно. Тем не менее, есть ещё такая тема, как борьба с пятой колонной или что-нибудь ещё подобное. Коррупционеры, опять же, которые тоже присутствовали в этой пресс-конференции. Немножко продолжается история про Чайку, теперь ответ Браудера. Ну, там уже было, значит, ответ Чайки – это всё Браудер, Браудер отвечает – это всё Чайка. Буквально, в заявлении, которое было опубликовано, говорится о том, что в деле Магнитского вина генпрокурора Чайки чрезвычайно серьёзна. И на Чайку в этом смысле показали пальцем. Это тоже вариант сам дурака? Нет, ну, понимаете, Браудер – человек, независимо от его каких-то достоинств, преступлений, которые он совершал или не совершал. ПТВ, кстати, покажут в подробностях, как он их совершал. Я в этом не сомневаюсь. Анонс идёт. Да. Значит, он же работает на совершенно другую, на совершенно другую, другие информационные объекты, да? Он на другую аудиторию. То, что там говорит Браудер, у нас не узнают. У нас же НТВ не покажет, что сказал Браудер. У нас НТВ покажет, что говорят про Браудера. Поэтому для нас это большое значение, для нашей массовой аудитории не имеет обмен мнениями между Браудером и Чайкой. То, что говорил Чайка, он вообще говорил не для читателей, и уж точно не для Браудера, и точно не для Алексея Навального. Он так говорил только для одного слушателя. И тому понравилось. Не то, что понравилось. Он это воспринял. Он это воспринял. И мы поняли, в частности, по вчерашней пресс-конференции, что сдавать Чайку не будут. Мало того, особенности психологического состояния даже не только нашего президента, но практически любого нашего лидера, но Путина в особенности. Таковы, что что бы ты ни представил ему в отношении какого-то его чиновника, высокопоставленного, если только это не обвинение в нелояльности. Он это воспринимает как давление на него. И ответ обратный, противоположный. Поэтому он его сохраняет до тех пор, пока не закончится давление. Лучший способ сохранить человека, это оказывать давление на его начальника в пользу его увольнения. То есть, вот, Владимир Владимирович, давайте уволим Пупкина, он взяточник. Не работает. Просто не работает. Пупкина точно не уволят. Точно не уволят. И здесь ничто не поможет. Даже если у него только взяточник. Даже если у него заместители якшали с бандитами. Даже если жены заместителей тоже якшали с бандитами. Все якшали с бандитами. В церкви не плясали? Не предавали лично лидера? Ну, все. Какие проблемы? Вот там есть один момент, на который уже обратили внимание. Если выяснится, что один из сыновей генерального прокурора там какое-то отношение имеет к виду на жительство в Швейцарии. Вот это да. Вот это нелояльность. То, что было сказано. Отсечь все концы и хвосты. Вернуться на родину. Значит, если не послушались, вот это нелояльность. Тогда со временем это проявится. Через какую-то паузу. А пока давление будет осуществляться, вообще ничего не проявится. Скажите, как вам кажется, нынешний Путин больше похож на Брежнева? Нет, он не похож на Брежнева. Он ни больше, ни меньше, он просто не похож на Брежнева. Он не Брежнев. Ну, какой-то момент идеализации застоя. Он такой вот присутствовал там. Потому что это тот период, который большинство помнит из старших и средних людей. И вроде как-то хорошо было, надежно, стабильность была. За мир боролись. Так было замечательно. У нас, кстати говоря, к Брежневскому очередному дню рождения обещают... Ну, во-первых, выставка с рассекреченными документами, в том числе записками Брежнева и его дневниками. И обещают издать прям научное, серьезное, трехтумное издание дневников прежнего. А вдруг там что-то важное? Я не думаю, что там будет что-то важное. Перевернется мир вдруг. Он уже не перевернется. Если издать дневники Ивана Грозного, то тоже мир не перевернется. Давно было дело. Уже миру не с чего переворачиваться. Что касается стабильности, ну, понимаете, есть разные уровни стабильности. Там какое-нибудь там племя Масаев, которое живет в Кении. Охотница охотится на львов. И живет в хижинах, которые вымазаны на тростниковой основе, вымазаны коровьими лепешками. Хорошо живет. Уровень стабильности очень высокий. Очень высокий уровень стабильности. Поэтому здесь что, собственно, кому нравится? Отсутствие развития – это тоже стабильность. Развитие около нуля. Ну да. Но в этом плане мы не напоминаем. Сейчас нынешние времена, которые я очень хорошо помню в силу наших с вами возрастных различий. Вы не помните, а я помню. Там, скажем, 70-е годы. Атмосфера была совершенно другая. Это скорее ближе, знаете, к чему? К андроповским временам. Пожестче. Пожестче. Покруче. Сейчас нет ощущения такой некоторой… Вот не делай ошибок, и все будет хорошо. Сейчас нет ощущения такой расслабухи. Не выходи из дома, не совершай ошибку, как хотите вы сказать. Спасибо большое. Это Николай Сванидзе. В отрешение хочется вспомнить, что все-таки андроповские времена были довольно короткими. Жить будет интересно, мне кажется. Да, мне тоже так кажется. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение». Всего доброго. Спасибо большое.